Трудное местоописание с библейским порталом «Экзегет», а книга «Экклесиаста» и проповедующего в собрании, 12 глава, 7 стих, я прочитаю перевод российского библейского общества, про смерть сказано, «Тогда то, что от пыли земной, вернется в землю, душа же, и дух, простите же, возвратится к Богу, который его дал». И у нас сразу такой звоночек у знатоков догматического богословия. «Дух вернется к Богу, который его дал». То есть, получается, дух вселяется в тела людей в какой-то определенный момент. Предсуществование душ, оригенизм, скажут знатоки догматики. А дальше еще хуже. Дух вернется к Богу, значит, любой дух человека, он идет к Богу. А как же вот это посмертное воздаяние, страшный суд? Его нету. Ура! Все умерли, и все сразу к Богу напрямую. Здорово. Слушайте, но это не догматика. Давайте я попытаюсь прочитать немножко раньше. С 3 стиха 12 глава, описание старости. «Придет день, когда дрогнут стражники и склонятся сильные. И те, что милят, остановятся, слишком мало их будет, а те, что глядят в окна, уже ничего не увидят». Ну, это, можно сказать, такое описание некой деревни, где живут старики. Стражники дрогнули, сильные склонились. Женщины, которые милят, останавливаются, их очень мало. И те, кто куда-то смотрят, ничего не видят. А можно и давно это, кстати, так толкуется понять, как описание старости тела. Страшники и сильные – это руки-ноги, которые дрожат, клонятся. Те, что мерят зубы, перемалывают пищу. Те, что глядят в окнах, глаза слепнут. Закроются двери на улицу и стихнет звук жерновов. Опять-таки, либо описание быта какой-то деревни, где утром рано перемалывают зерно в муку. Либо действительно человек, ну, как бы не выходит уже никуда. И звук жерновов – это звук его зубов, на самом деле. Но, может быть, и не только. Будешь просыпаться от первого же крика птицы, и все песни смолкнут. Вот человек, который спит таким тревожным старческим сном, и при этом не радуется, не веселится. Наоборот, начинается какая-то тревожность. Устрашиваешься высот, а на дороге ужасы. Зацветет миндаль. Миндаль цветет красивым белым цветом, очень похожа на седину. Отяжелеет кузнечик. Что конкретно называть кузнечиком? Ну, наверное, могут быть разные идеи, но, во всяком случае, кузнечик – это такое легкое прыгучее насекомое, и вот оно становится тяжелым. Представляете себе тяжелого кузнечика? Он не прыгает, не скачет, а горько-горько плачет. И осыплется каперс. Каперс – это такое маленькое растение, но до сих пор его используют, точнее сказать, плоды. Его используют в кулинарии, но у него еще была такая репутация афродизиака, то есть, что он возбуждает любовь. И вот никакой любви в старости уже не будет, это все осыплется. Человек уходит в свой вечный дом, и плакальщики по улице кружатся. Описание похорон. Пока еще не порвался серебряный шнур, не расколола золотая чаша, не разбился кувшин у источника, не обрушилось колесо над колодцем. Вот здесь, конечно, очень трудно привести какие-то аналоги тела человеческого, что там шнур, что там чаша, но мы понимаем, да, вот люди ходят к колодцу каждый день, у нас сегодня водопровод есть, у них не было, приносят воду, и это все разбивается, рвется шнур, раскалывается чаша, кувшин разбивается, и само колесо колодца, на котором опускали и поднимали потом сосуд с водой, оно тоже обрушилось, уже воды не осталось, пить нечего. И вот такая старческая немощь, когда все прямо на куски разваливается, а тогда то, что от пыли земной вернется в землю, дух же вернется к Богу, который его дал. Смотрите, это не про то, куда что пойдет. Что значит от пыли земной вернется в землю? Ну, вообще-то человек рождается от мамы с папой, а не от пыли земной. Но в начале книги Бытье мы читаем о том, как Адам сотворен из праха земного, вот пыли земной, как здесь переведено, это мельчайшее вот то, что на земле лежит, особенно в таких южных и засушливых странах, что такое самое-самое мелкое. И вот тело человека, оно от пыли, а дух от Бога, который вдохнул его, и это не про индивидуальную личность, но это скорее про сотворение человека в целом. Почему же тогда в человеке гибнет как бы Адам? Ну, потому что наше человечество — это я сам прежде всего. И когда умираю я, то умирает для меня человечество. Хотя, конечно, оно продолжает жить. И, по сути дела, вот книга Экклезиаста говорит здесь, в этой 12 главе, ближе к концу, о том, что, да, человечество, оно смертное, конкретно смертен ты. Вот с тобой это произойдет. Тебе есть два начала. Одно начало идет в землю, земное, материальное, другое начало восходит к Богу. Но это не описание того, что происходит с каждым человеком автоматически после смерти. Хотя так звучит на первый взгляд. Скорее, вот, смотрите, описание этих старческих немощей, этого выпадения медленного из жизни. И это про то, как пыль возвращается к пыли. Но одновременно же дух может возвращаться к Богу. Вне зависимости от того, что глаза меркнут, зубы выпадают и все такое прочее. Собственно, вот после этого, наш экклезиаст, наш проповедник, повторяет в переводе Зербова, «пустая от щита», сказал проповедник, «все пустое, но ведь не возвращение духа к Богу». Вот то выражение, с которого он начал свою книгу, он здесь приводит снова. И дальше такое как бы послесловие, проповедник был мудрый, учил народ, и в самом конце всякое дело привезет Бог на суд. Все сокрытое и доброе и злое. То есть суд в этой книге есть. Значит, по-видимому, возможен разный результат этого суда, разная посмертие для человека. Но важно, что задача человеческого духа вернуться к Богу. Вот, собственно говоря, как умирание тела неизбежный процесс, таким же постоянным процессом. Умирание — это что это? Вот, собственно, как только ты вырос, ты начинаешь медленно стареть и умирать. Не так ли? Но дух при этом может медленно возвращаться к Богу. Вот в чем задача. Потому что каждое начало в человеке, материальное и духовное, стремится к тому, чему оно, сродственно к тому, к чему оно принадлежит. Мне кажется, вот эти слова о духе, возвращающемся к Богу, посреди всей этой пустой щиты, а мы говорили о первой главе «Экклезиаста», что это не просто суета, в значении очень много всяких сумбурных действий, но скорее пустота и хрупкость этой жизни земной, да? Но вот в этой хрупкости есть что-то такое, что имеет вечное измерение — это возвращение человеческого духа к Богу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...